Львица Киара, как и другие животные зоопарка, при конноспортивной школе Тулпар ежегодно прививается против бешенства. Получает защиту и те, кто живет не на территории зоопарка, но совсем рядом, за забором в парке Прибрежный. Челнинские ветеринары начали здесь раскладывать вакцину от бешенства. Специальные брикеты оставляют в местах обитания лисиц, енотов и других хищников. Белоснежный костюм, маски и перчатки. Так одеваются не только медики ковидных госпиталей, но и челнинские ветеринары. Последние не готовятся к работе в красных зонах. Все намного проще. Ветеринары начинают раскладку приманок, от которых должно пахнуть мясом, но никак не человеком. В противном случае животные проигнорируют лакомство и обойдут его стороной. А защитить их от бешенства можно только хитростью – вкусными брикетами, внутри которых съедобная капсула с вакциной. Это универсальная вакцина. Дикие животные их любят, хорошо воспринимают эту вакцину. Две бригады организовали. Это прилегающие территории БСЕ, стройбаза, район Кумыса и Боровицкий. В этих районах будем делать раскладку. Парк Прибрежный – лишь одно из мест, где встречаются дикие плотоядные животные. Всего набережным челнам республика выделила 4000 доз вакцины против бешенства. Ветеринары стараются оставлять брикеты в приметных для себя местах, чтобы запомнить. Ведь потом им еще придется сюда вернуться для контрольной проверки. Ветеринар рассчитывает, что в течение двух дней они полностью завершат раскладку приманки для плотоядных животных. И через 10 дней специалисты вновь вернутся на эти места для того, чтобы проверить, съедены лакомства или нет. И та вакцина, которая осталась, она будет утилизирована. Кстати, по словам ветеринаров, ничего страшного не будет, если приманку съест домашние животные. Даже если оно будет привито, получит дополнительную защиту от опасной болезни.